В Сан-Франциско завершился Кубок Мира по регби 7. Итоги выступления мужской и женских сборных России подводит Антон Архимович. Погода в Сан-Франциско такая же изменчивая, как и игра наших сборных команд по регби 7. А формат Кубка Мира ошибок не прощает. Ты понимаешь, насколько, во-первых, это для тебя ответственно, во-вторых, ты должен себя проявить на 100%. В одной этой игре, а тут еще и день рождения, понимаешь, на тебя смотрят, 200% выкладывается. И все равно команда поддерживает очень сильно, команда хочет тебе сделать приятный подарок. Я их попросила об этом. Свой день рождения Дарьи Норицыной пришлось отложить. Впрочем, и женская, и мужская сборные стартовали на Кубке с уверенных побед, что не могло не вселять оптимизма. Просто играли в командную игру, и у нас все получалось. И результат на лицо, как говорится, это праздник, мы в нем участвуем. Наиболее непредсказуемым выдался матч женских сборных России и США. Американские журналисты прильнули к экранам. Минимальный перевес на последних минутах обернулся победой хозяев. Может быть, некая усталость закопилась за эти два дня. Может быть, какая-то неуверенность в себе. Но могут сказать точно, что до последнего мы были уверены. В победе до последнего боролись, ни на секунду не сдались. Я считаю, что это один из самых лучших матчей, который мы провели с командой на этом турнире. Мужская команда не смогла пройти лидеров, включая новозеландцев, которые в итоге и стали чемпионами. Однако 13-е место для наших ребят – результат хороший, добытый потом и кровью. Хотел поблагодарить всех болельщиков, всех зрителей, кто опять по ночам не спал и за нас болел. Спасибо большое. А женская сборная в итоге заняла восьмое место. С учетом травм и отсутствующих весьма неплохо. Пусть и ждали от этой команды все-таки чуточку большего. Конечно же все расстроены, но тем не менее потенциал этой команды виден, он очевиден. У нас сыграл лидер Алена Михальцова с травмой руки, еще один лидер Лена Сдрокова. Она вообще не приехала на турнир, потому что у нее был перелом. Сильный очень жребий, понимаете, очень много зависит от жребия. Мужская команда попала сразу на обладателя Кубка мира, сборную Новой Зеландии, которую обыграть объективно нам еще тяжело. Это не футбол, где можно отыграть весь матч в обороне и забить, выиграть по пенальти. В регби так не бывает. AT&T парк опустел, Кубок мира подошел к концу. По его итогам состоится традиционное совещание, спортсмены смогут отдохнуть, а Дарья Норицына наконец сможет отметить свой день рождения. А вот у местных чаек праздник только начинается. Из Сан-Франциско Антон Ольхимович, Александр Шуб, Матч ТВ.